Продолжаем выпуск. В Алматы кафе и рестораны начали работать круглосуточно. Это при том, что в стране продлили карантин и официально им разрешили принимать клиентов на свежем воздухе до 22.00. Но представители бизнеса нашли пробел в постановлении главного санитарного врача Алматы. О чем идет речь, знает моя коллега Ардак Камал. Ардак, добрый вечер. Добрый вечер, Аска. И каким же образом удается обойти запрет? Дело в том, что в документе не указано, когда точки общепита должны открыться. Давайте посмотрим сюжет. Вот так, несмотря на карантин, один из ресторанов Алматы принимает посетители после 12.00 ночи. Соседи, живущие поблизости, написали жалобу в социальную сеть и обратились в Акимат. Но заведение продолжает работать. В администрации уверены, что требования санврача они не нарушают. Там регламентировано закрытие в 10.00 вечера. И все. Открываться мы можем, когда угодно. То есть на новые сутки в 12.01 мы открываем заведение. Помещение с демонтированными витражными окнами можно считать летней террасой. Как вы видите, мы потратились и сняли все окна. И прилегающая территория, прилегающие столы считаются как летней террасой. Здесь заверили, что проверка к ним в кафе уже приходила. Однако никаких нарушений якобы не выявила. Ведь само постановление не точное. А с 1 августа начал действовать новый приказ главного санврача Алматы Жандарвека Бекшина, где график работы объектов общепита совсем не указан. Разрешение деятельности объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 30 посадочных мест без проведения коллективных мероприятий с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима. Предприниматели, которые постоянно мониторят указы, сразу же воспользовались новостью. Теперь они работают круглосуточно и при этом ничего не нарушают. С вопросом, насколько это законно, мы обратились в Акимат, полицию и Департамент контроля качества и безопасности товаров. Но никто из них на интервью не согласился. А сотрудники СЭС под руководством Бекшина и вовсе игнорируют не только запросы журналистов, но и жалобы жильцов, которые боятся, что в подобных ресторанах легко заразиться ковид. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. И действительно, Ардак, о какой эффективности карантина может идти речь, когда такое происходит? Да, с карты прав. Создается впечатление, что госорганы, которые должны следить за соблюдением карантина, так же, как и граждане, расслабились. Накануне глава Минздрава Алексей Цой сказал, что пик пройден. Но разве это повод пустить ситуацию на самотек? В Акимате Алматы и в Департаменте полиции уверяют, что проверять и штрафовать за нарушения должны сотрудники СЭС. Но руководство Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг запретило сотрудникам давать интервью по этой теме. А ведь это не единичные случаи попустительства. К нам каждый день поступает информация об объектах, которые работают, несмотря на запрет. Накануне мы показывали, как в торговых домах принимают клиентов и о том, что строительные магазины собирают у входа покупатели и выносят им товар. Возникает вопрос, в чем же тогда польза такого карантина? Кто будет виноват в новой вспышке вируса? Эти вопросы мы адресуем комиссии по недопущению распространения коронавируса в Алматы и надеемся получить ответ. Да, спасибо, Ордак. Думаю, в этом случае все должны осознавать ответственности власти, бизнес и посетителей. Спасибо.